здравствуйте мои дорогие подписчики на канале голова садовая значит и у меня на столе тут кое-что интересное которым вы уже привыкли ну не все конечно значит это те составные почвенной скажем так смеси которые понадобятся для выращивания на балконе рано-рано весной а можно с января месяца уже сей огурцов помидор цветов и так далее значит здесь естественно кокосовый брикет вот их два тут и при размачивании кипятком будет 7 литров по объему 7 литров размачивать обязательно некоторые пытаются сухой внести на терке потереть ужас просто это вермикулит он обязательно нужен он хорошо влагу держит это костная мука и это прекрасное питание особенно для помидорок там до перчиков баклажанчиков и так далее ну и здесь немножко древесного угля не хватает не хватает доломитовой муки но не для огурцов это для томатов и для цветов которые кислые они любят значит вы делаете смесь примерно на вот еще хочу чтобы вы посмотрели здесь стоит огромный пакет 20 литров написано но мне кажется что в 10 литровое ведро войдет значит сюда на такой объем на 20 литров половину брикета кокосового значит горсть костной муки большую горсть вермикулита ну естественно золы для огурцов не требуется а вот для томатов можно и древесного угля горсть и золы тоже хорошую горсочку и причем и доломитовой муки тоже можно добавить но эту смесь вы должны сделать заранее примерно за месяц причем в правильные контейнеры с этими отверстиями где бы выходила лишняя влага подсасывался кислород и обязательно чтобы процесс раскисления почвы для посленовой группы а это помидоры перца баклажаны обязательно раскислилась уже они просто на миссии там реакция идет да а вы туда все посадили она все погибнет уж поверьте мне моему опыту горькому я тоже же было когда-то куку вот значит что еще хочу сказать все ваши контейнеры которые вы сделаете ну посмотрите ведра которые из-под рыбы селедки белые они очень хорошо смотрятся вы можете их разрисовать обклеить и можете пользоваться ими очень долгие и долгие годы и на балконе и на лоджии и даже на окнах вам понадобится подсветка самое время посетить садовые магазины либо специализированные и купить как они такие пронзительно сине розовые лампы но хорошей мощности потому что одной такой лампочки на огромный подоконник будет явно недостаточно выбирайте помощнее это нам такие лампочки хороши летом когда у нас весной то есть когда растет рассада и мы 6 утра до 10 утра подключаем до вот эту вот систему в 10 выключаем потому что солнышко всходит и вечером 6 вечера до 10 вечера еще раз даем дополнительное освещение там она уж не обязательно такое мощное а вот когда у нас растения должны спать а мы огурцов хотим да еще и помидор мама дорогая поэтому нам надо освещение очень и очень мощная ну вот все вам рассказала все сказала пожалуйста вы можете использовать кстати это последняя по скрипту можете использовать вот такие пакеты для посадки растений ну распилите его вот так пополам и либо оставьте целом тогда придется добавлять вот то что я вам назвала значит и тогда в таком пакете можно вырастить очень высокорослый томат эндотерминатный можно и бычье сердце и хурму и урожай будет хороший главное условия для того чтобы все выросло много света мало поливки и мало тепла запомнили ну молодцы всего вам доброго и до свидания а